У нас было четыре генпрокурора после Майдана. Махницкий, Ерема, Шокин и Луценко. Кто самый больший негодяй по вашему? Страшно. Генеральных прокуроров мне тяжело, наверное, оценить. Но, честно, я последствия посмотрел, допустим, это то, что всем известно через Махницкий, когда покупают этот отель в Киеве какой-то огромный. Сколько это воровать надо? Ну, я, честно, вообще не представляю. Вообще, конечно, после революции, получается, все, кто по партийным квотам пришли, но Шокин у меня ассоциируется, что это как-то на пшенку и визуально похож. Мне такой старый, древний, ну, такой непонятный человек, да? Эти, Ерема более, ну, такой какой-то активный и Махницкий. Это какие-то воры-взяточники. Ну, вот Махницкий, ну, гляньте на него, ну, какой. Ну, он же тоже там не очень много вообще работал в прокуратуре, да? Пришел полгода или сколько он, да? Был прокурором. Как можно было сколько денег украть, чтобы отель купить в центре Киева, там, пятизвезд, значит? Ну, это какой-то бред, реально. Луценко, ну, вот оно у меня ассоциируется, знаете, как революция выпустила какого-то джина из бутылки, да? Возвращаясь в начало нашего разговора. Как ты можешь быть начальником мараотдела, если ты пьяных ссать не водил? Правильно, если ты бы не был ППСником, там, не мерз где-то, да, с этими пьяными, не занялся. Как ты можешь быть генеральным прокурором, если ты там ни дня не работал? Ну, вот он был уже и министром внутренних дежур, да, Луценко? И генеральным прокурором, как можно быть генеральным прокурором, если ты не рубишь вообще в этой тематике? Как они и сколько воруют? Ну, и воруют ли? Я же отсюда, из Днепра, ну, не понимаю.